Всем привет! С вами Алексей. 10 мая 2021. Сегодня вкратце проговорим про Павловню. Что за бизнес на Павловне и как она себя ведет в моих условиях, в условиях Харьковской области. Условия у меня не мягкие, одни из самых, скажем так, жесточайших в Украине, поэтому выводы кое-какие можно сделать. Значит, это Павловняя войлочная, ей уже не первый год. Значит, она, семена я получил из Закарпатья, соответственно, теплолюбивое считается растение. Ну, вырастил через рассаду, потом выросло небольшое растение, потом сделал срез. И вот это то, что выросло уже на следующий год. И, как я понимаю, в этом году придется опять делать срез. Срез называется технологический, он обязательно делается. Какие выводы по поводу семян? Семян не теряют способности в схожести очень долго. Уже три года у меня эти семена, и до сих пор они прекрасно прорастают. И схожимость великолепная. Хранятся в холодильнике, запакованные в полиэтиленовый пакет. Что еще могу сказать? Значит, условия экстремальные. Здесь у меня глина. Здесь насыпной слой глины. Я надеюсь, что растение уже корнями пробило эту глину и дошло до земли. А там уже скоро и опять снова начинается глина. Ну, скажем так, очень плохие условия. Но я хорошо поливал это растение, подкармливал, в принципе, выпрыскивал. То есть, уход был нормальный. На зиму я его укутал. Ну, естественно, как всегда, все замульчировано соломой обязательно. И еще ореховые, получается, листочки здесь были. Еще сверху прикрывал. И вот эта часть, которая была прикрыта, она прекрасно перезимовала. И вот такие вот листья уже выпущены 10 мая. Ну, верхушечка вот, походу, немножечко подмерзла. Но она нам как бы и не нужна. То есть, какие я делаю выводы. Значит, в этом году была очень холодная зима. И растения, которые были у меня очень маленькие посажены, они не перезимовали, к сожалению. Вот это растение уже более крепкое, перезимовало. Соответственно, делаем выводы, что павловния волочная. Главное сохранить корень ее. Если корень сохранился, значит, растение, соответственно, сохраняется. Как она себя покажет дальше, я обязательно расскажу. Название сорта я не знаю. Произрастала в Закарпатье и цветет со слов человека, который мне эти семена дал. такого, ну, типа сиреневого или фиолетового цвета, розовенького. Что-то такое. В общем, не белая. Не белая, такая красноватая. Очень, сказал, красивая. Хорошо. Значит, как бизнес идет на древесину. То есть, эти технологические срезы. Здесь я тоже, наверное, вот внизу срежу. Косой срез сделаю. И оставлю, наверное, уже листочек. Пусть он растет дальше. Хотя можно срезать и полностью. Идет, растение растет очень быстро. Вырастает вверх. Скажем так, ну, и боковые ветви не надо. И вот оно так вверх и растет. И, соответственно, потом, когда оно достигает определенной высоты и определенного возраста, как правило, это лет 7-8, идет срез растения и идет на древесину. Если раньше, то каждый год можно срезать, делать щепу из него. В общем, скажем так, для топки, для растопки, для отопления. В общем, как топливо можно использовать. Листья можно использовать. Огромные листья у него для перегноя. В общем, ну, как бы я буду выращивать это растение. Ну, пока не для продажи. Пока просто для себя. И, как всегда, эксперименты понаблюдать. Мы же любим понаблюдать и поэкспериментировать. Не более за какими-то очень интересными темами. Павлония очень интересная. У нас в Харьковской области ребята занимаются. Пока результаты есть. Результаты, в принципе, неплохие. Хотя, хочу сказать сразу по своим наблюдениям. Уход нужен. Либо нужно подобрать такой сорт, чтобы у вас с ним не было каких-то проблем. Какой-то супер-пупер морозостойкий, который подойдет прекрасно. Будет прекрасная древесина. Она у Павловни очень легкая. Соответственно, выпускается и мебель, и детские игрушки. Очень хорошо. Горит эта... Горит Павловни тоже, скажем так, не сильно быстро. Поэтому ее используют для отопления. Все, будем на этом заканчивать. Всем спасибо огромное, кто смотрел. Кого интересует Павловни, можете написать. Кое-какая информация у меня, в принципе, по ней уже есть. С удовольствием будем общаться на эту тему с вами. Ну и, конечно же, не забываем о фундуке. Опрыскивание фундука. То есть, конечно же, это фундук в первую очередь. Фундук важнее однозначно. Тема более проверена и дает прекрасные результаты. Все. Про фундук чуть попозже. Будет много прекрасных видео. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Кому понравилось, проставьте жирный лайк. Подписывайтесь обязательно с колокольчиком, звенящим получать все уведомления. Тогда все видео будут приходить, уведомления обо всех видео на этом канале. Все вопросы в комментариях. Всем спасибо огромное. Всем привет из Харькова, Украина. И всем пока.